А витаминозы это не то, что вы подразумеваете в общепринятом понятии. Сейчас а витаминозы в классическом своем понимании встречаются крайне редко. И то это какие-то страны третьего мира или на севере, например, полярники в экспедиции длительной. А витаминозы это долговременный дефицит какого-либо витамина или комплекса витаминов. Ну вот, например, самый распространенный а-витаминоз это а-витаминоз витамина С, так называемая цинга. Впервые заметили ее у моряков дальнего плавания еще во времена крестовых походов. Проявлялась она вялостью, усталостью, кровоточивостью. Сначала десен, затем петухиальная сыпь на теле, кровоподтеки, то есть ломкость сосудов. Очень страшно это, в принципе, выглядело. И моряки думали, что это какая-то чума на них напала. Лечилась эта а-витаминоз довольно-таки просто. Эмпирически выяснил один из врачей, давал морякам по чайной ложке лимонного сока несколько раз в день. И вот таким образом он боролся с этим а-витаминозом. А-витаминозы также могут проявляться у людей, у которых просто не усваивается какой-либо витамин. Это онкологические заболевания, нарушение всасывания в кишечнике, маляксорбция, длительная диарея. Гиповитаминозы у нас встречаются гораздо чаще. А-витаминозы – это в наше время экзуистика. А гиповитаминозы, ну, не у каждого первого, второго, но очень часто. Чаще всего это распространено в плане дефицита витамина D, группы В витаминов. И причин тоже может быть много. Например, либо непоступление витаминов в пищевых веществах, продуктах, либо это тоже нарушение всасывания продуктов. Витамин D у нас, в принципе, плохо усваивается в России. У всех людей, кто живет в регионе выше 35-й широты, синтез витамина D, он априори нарушен. Потому что солнца нам не хватает для синтеза этого витамина. Поэтому в идеале, круглоготично, нам профилактические дозы витамина D надо принимать. Но вообще бесконтрольно витамины принимать, конечно, не стоит. Все-таки нужно проконсультироваться с врачом. Потому что очень бывают грозные осложнения. Передоза витаминов. Например, если передозировать тот же витамин А, проблемы будут с кожей, с вниманием, проблемы с внутренними органами. Также, если передозировать гипервитаминоз витамина D, особенно у детей бывает, мамочки больше капель дают, чем рекомендует педиатр. Дети становятся раздражительными, головные боли появляются, бессонница. Также, например, некоторые витамины, если их передозировать, они конкурируют с какими-либо лекарственными веществами. Например, сердечник принимает, например, варфарин. Мы даем еще параллельно витамин К. Ну, в составе какого-либо поливитаминного комплекса. И вот он вступает в конфликт с этим варфарином. И тем самым антикоагулянная способность данного препарата просто снижается. Ну и бесконтрольное потребление витаминов, конечно, это не есть хорошо, это страшно. Поэтому, если хотите что-то принимать, все-таки нужно проконсультироваться с врачом. Помните, что витамины, по сути своей, это лекарства.